Добрый вечер, друзья! Мы видим, что этот пост его был в 2020 году, где он показывал график одного из активов. И также мы поговорим о Grayscale, поскольку та продает 41 миллионов долларов в биткоине. А на фоне, конечно же, добавления Ripple XRP обратно, что же в принципе может измениться. Что касается рынка криптовалют, то сейчас на текущем моменте времени мы видим, что рынок криптовалют взял неплохой реванш. По крайней мере, точно биткоин. Мы видим, как биткоин пытается прорвать all-time high локальный, который был ранее. Вернее, локальный high, который биткоин установил практически недавно. Это отметка 48,5 тысяч долларов. Конечно, до all-time high биткоину, кстати, тоже остается, скажем так, относительно немного. Оно остается, но тем не менее, локальный high биткоин вполне себе может пробить. А здесь мы видим, что если мы говорим про all-time high, как раз таки биткоина, то all-time high для биткоина составляет примерно плюс, значит, 44% нужно биткоину, чтобы вырасти именно до тех отметок, которые были у нас в 2021 году. Поэтому здесь есть, конечно же, надежда, но, как по мне, сейчас атмосфера в рынке такова, что многие сидят в альткоинах. То есть их не интересует биткоин, интересуют альткоины, но альткоины, конечно, сейчас, как мы видим, особо не растут. То есть за 24 часа вырос биткоин на 4%, а топовые альткоины в целом выросли на процент, ну, кто-то на 2%, но в целом рост незначительный. Если мы будем говорить про XRP, то по XRP у нас картина следующая, то что у нас есть шанс преодолеть 200 и 50 мувинги, также выйти обратно за трендовую линию. Если это случится, это будет сюрпризом для шортистов, поскольку, как по мне, многие встали в шорт в надежде увидеть отметки 46-42 цента и ниже. И действительно, это может просто повернуть в шок шортистов и просто ликвидировать их. Если действительно мы уйдем здесь выше отметки 58 центов и закрепимся выше на недельном таймфрейме, то у нас есть шанс, в принципе, начать ралли. И причем это ралли застанет многих врасплох, даже холдеров Ripple XRP, которые, в принципе, сейчас, как и я, не думают, что ралли все-таки возможно. Поэтому здесь мы наблюдаем. Тем не менее, понятно, зона поддержки, она составляет срок 8,5 центов. Зона сопротивления у нас 52,5 цента, поэтому, в принципе, пока что у нас есть ориентиры на то, что же нам следует и здесь видеть, чтобы ожидать ту или иную картину рынка. Либо она будет медвежьей, либо бычей. Ну и после небольшой рекламной паузы мы поговорим о Дэвиде Шварц и поговорим о том, какая цена XRP, в принципе, может быть, оставайтесь. Это не просто реклама, а именно личная рекомендация. Досконально изучив и проверив платформу TheStake.eu, я уже долгое время получаю ежедневно по 10% ежедневной прибыли от вклада. Ни словом, а делом с изначального вклада в 4600 долларов. Моя инвестиция доросла до 18800 долларов, более 14000 баксов чистой прибыли. Именно поэтому хочу посоветовать TheStake каждому, кто желает на долгое время обеспечить себя высоким пассивным доходом без рисков и человеческого фактора. Потому что TheStake все на 100% автоматизировано. Обеспечивается столь высокий суточный доход умная система автостейкинга эфириума, где платформа владеет криптопулами. Столь эффективный стейкинг на базе эфириума позволяет получать от 4 до 10% в сутки за счет валидации транзакций в сети и получения за это повышенной комиссии. Чем и занимается TheStake. Проект сделаем с расчетом на долгосрочную работу и, как показывает практика, он доказывает свои слова, не словом, а делом. В данный момент, в начале жизни проекта каждый желающий может инвестировать свои средства в стейкинг и получать стабильный суточный доход, забыв о финансовом вопросе на годы вперед. Вывод с платформы доступен в любой момент. Ссылка на проект TheStake.u в описании под роликом. Что касается Дэвида Шварца, то как ранее я заявил, что технический директор заявил, что иск вполне себе может быть разрешен до нового года 2024. Речь, конечно же, идет о том, что стоит будет подождать, подождать еще какое-то время, но тем не менее, если уже многие говорят про такой дедлайн, то он может даже и разрешиться раньше. Также, если мы говорим про Дэвида Шварца и его, значит, посты, то, например, в апреле он постил вот такую картину, как один из активов выстрелил, значит, до 130 долларов. И это находит на мысль холдеров Ripple XRP, что с XRP это тоже может случиться. Почему? Потому что как раз таки в апреле будет у нас, в принципе, разрешение Ripple против SEC. То есть, в апреле уже будут ключевые события, которые будут говорить о том, что Ripple может выбирать окончательно в этом деле. И если это случится, то вот такую зеленую свечу мы вполне можем увидеть. Что также нужно отметить, то что Grayscale, так как ранее добавила Ripple XRP, сейчас она, кстати, продает биткоин. И причем она это делает на растущем, скажем так, рынке. Либо Grayscale просто что-то знает, либо они просто рандомно продают биткоин, потому что сейчас его выгодно продать, он поднялся в цене. Они продали биткоин в эквиваленте 41 миллионов долларов и, в принципе, они могут эти деньги вложить обратно в XRP, например. Потому что откуда-то надо брать деньги, чтобы купить XRP, то есть обратно завести эти XRP в Trust. Поэтому я считаю, что это вполне себе такой реальный сценарий. Тем более, в принципе, Grayscale в начале этого года она заявила о том, что она добавляет XRP обратно. Что также нужно отметить, что если мы говорим про технический анализ, то значит у нас есть RSI. В ноябре мы наблюдали такую картину, сейчас мы наблюдаем картину, когда наконец-таки RSI вышел за трендовую линию и цена тоже вышла за трендовую линию. Здесь мы можем, в принципе, видеть неплохой такой рост в рамках волнового анализа. Кстати, нам пора бы уже и расти. Поэтому здесь, в принципе, у многих даже и речь идет о том, что мы можем увидеть доллар и 88 центов. Что также нужно отметить, что, значит, Ripple в отчетах о рынках показывает, что объем XRP вырос на 100% в четвертом квартале 2023 года, победив ADA, BNB и Solana. То есть даже у Solana были меньше объемы, чем у Ripple XRP. Очень интересно. Также Ripple встряхнула свою стратегию продаж XRP. Теперь все продажи будут соответствовать правовым нормам суда. Это очень интересно, потому что сейчас как раз-таки речь идет о институциональных продажах. Если суд установит, что вот эти институциональные продажи – это все-таки ценная бумага, то Ripple все-таки надо будет выплатить штраф в 770 миллионов долларов. Если нет, то Ripple, как по мне, вообще компания выйдет сухой из воды и даже, возможно, не будет платить и несколько миллионов долларов всех. Потому что, в принципе, Ripple заявляет, что мы готовы заплатить до 30 миллионов долларов, лишь бы отстаньте от нас. Также в Ripple спрогнозировали серьезные изменения в структуре крипторынка. И 24-й год станет периодом потенциальных крупномасштабных изменений в структуре криптового рынка в пользу институционального спроса, отметили специалисты Ripple в квартальном отчете. И в числе значимых факторов для трансформации они назвали развитие сектора ETF, растущий интерес инвесторов в процессе CBTC в виде акций Coinbase, MicroStrategy и публичных биткоин-майнеров, а также регулирования. Что также нужно отметить, что довольно-таки интересной новостью стало то, что банки в Индии тестируют XRP в частном реестре для объединения средств. По словам Дэвида Шварца, естественно, реестр будет иметь ту же цену, что и публичный реестр. Банки Индии собираются испытать молниеносные денежные переводы. Также стоит отметить, что в партнерстве с Ripple получается, что блокчейн Австралия проводит политический форум по правилам криптовалют, также включает иззади Акасстадия, Митака, Ripple для региона API's. И где об этом заявлено, вот, пожалуйста, здесь. Поэтому это тоже довольно-таки интересно. Поэтому, подводя итоги, что можно сказать, то что цена токена Ripple XRP сейчас вырвется около 52 центов. То есть мы немного отскочили, но, опять-таки, по сравнению с тем, что делает биткоин и как он, в принципе, стремится все-таки, опять-таки, вернуться в локальный хай, мы видим, что здесь по Ripple XRP пока что этого не светит. Ну, по крайней мере, нам показывает график, да. То есть если Ripple XRP вернулся в локальный хай, это отметка 94 цента. Напомню вам, что от текущих это рост на 80%. По биткоину, да, мы видим, что он почти вернулся на локальный хай. Поэтому мы видим, что, да, действительно, альткоины сейчас отстают от биткоина. Такое ощущение, что биткоин может и даже пойти дальше выше 50 тысяч долларов. Кстати, если это случится, это будет FOMO. И это, кстати, вызовет еще больше интерес к криптовалюте. И хомяки, кстати, если вот альткоины не успеют разогреться, не успеют подняться хорошо в цене, то получается так, что хомяки купят альткоины по адекватным ценам. На самом деле, вот альткоины, которые торгуются сейчас, они стоят довольно-таки адекватных денег. Я считаю, что если разгонят биткоины выше 50 тысяч долларов, то нужно пампить альткоины. И делать это прямо сейчас, чтобы хомяки налетели и уже купили и биткоины, и альткоины, которые уже, скажем так, не то, что переоценены, а даже в какой-то степени, да, на самом деле, те альткоины, которые выросли в цене. Поэтому я считаю, что на самом деле сейчас окно возможностей альткоинов есть как никогда, но расти будут, как по мне, далеко не все. Естественно, те альткоины, которые что-то показали, успели показать, возможно, они уже и не вырастут до холлинга биткоина. А до холлинга биткоина у нас остается 64 дня, грубо говоря, примерно. Поэтому вот такие дела. Все на сегодняшний день и до встречи. Надежный способ получать высокий пассивный доход – это TheState.io. Ссылка под видео.